Выставку «Десять веков русской архитектуры» представляет Государственный музей истории архитектуры в Хабаровске. Авторские проекты, гравюры и три модели шедевров русского зодчества отражают всю историю страны, начиная с Крещения Руси. Подробности у Натальи Смолениновой. Выставка «Десять веков русской архитектуры» — это гравюры, эскизы, редкие фотографии и реальные проекты памятников русского зодчества. Всего полсотни экспонатов. И сами по себе эти изображения — документальные памятники развития архитектурной мысли. Эту коллекцию начал собирать Алексей Щусев, основатель первого в стране музея архитектуры. В 2024 году исполняется 90 лет Государственному музею архитектуры, который, собственно, хранит историю отечественной архитектуры и, в принципе, мировой архитектуры. И мы решили в этот наш юбилейный год показать нашу богатейшую коллекцию, которая насчитывает более 800 тысяч предметов уникальных, показать ее всей стране. Первым городом для юбилейной выставки стал Хабаровск. Экспозиция начинается с Крещения Руси, когда в Киеве, Смоленске, Новгороде строили первые каменные храмы. Зарисовки и модели, представленные на выставке, — работа архитекторов века XIX. Благодаря их труда уже советские реставраторы смогли восстановить памятники русского зодчества, разрушенные в годы Второй мировой войны. Мы, конечно, очень переживали, как они перелетят всю страну. И вместе с нами сюда приехали наши коллеги-реставраторы трехмерных объектов на случай, если вдруг что-то повредится, чтобы мы смогли прямо здесь на месте отреставрировать и показать жителям Хабаровска все в наилучшем виде. Но, слава богу, ни один предмет не пострадал. С приходом к власти Петра I изменилась и архитектура. Русь стала стремительно выстраивать европейское лицо. И практически каждый последующий правитель России задавал свою архитектурную моду. Елизаветинская барокко сменил излюбленный Екатериной классицизм, а победу над Наполеоном ознаменовал ампир. И каждая эпоха подарила стране свою типовую застройку. Храм Христа Спасителя в Москве все, конечно, знают, но мы также показываем вот эту открыточку. Это церковь Троица Живоначальной в Томске, построенный также по проекту архитектора Тона, адаптированная слегка другим архитектором. То есть мы можем говорить о типовом проекте большого храма, практически такие, как хрущевки 19 века. Особое место на выставке занимают проекты советских архитекторов, которым не суждено было воплотиться в камни и бетоне. В сталинскую эпоху архитектура воспринималась как реклама величия страны. Символ этой эпохи середины века – это конкурс на Дворец Советов, который должен был встать на месте Храма Христа Спасителя в Москве. Проект «Победитель». Огромная, колоссальная башня со статуей Ленина наверху должна была стать главной доминантой города. Историю страны, выраженную в произведениях русских зодчих, обравчане смогут увидеть в течение месяца в музее имени Градекова. Наталья Смоленинова, Константин Пестерев, телеканал «Губерния». Константин Пестерев, телеканал «Губерния»